Мистер Бойт, вы подготовили тела, о которых я вас спросил? Вот так вот. АВ, вы смотрите Перпетус Плей, мне зовут Саша, and this is the police. Продолжаем наши суровые будни. Это 63-й день, 15-е сентября. Голмбёрд, из города пропадут питьевые фонтанчики, ну и скатертью дорога. Фрибург-Трибюн. Пожилые горожане опустошили все аптеки в округе. А вот это уже интересно. The fact. Байкеры проедут по центру города. Пожалуйста. Ну и что тут нам Робеспьер накалякал? А, понятно. Мы один раз налажали мэрии. Я не вижу здесь типа лайк, я вижу здесь кучу типа кава. Две хорошие кучи, а одна не очень хорошая. Так, и полицейский участок. Что одному хорошо, другому погибель. Не знаю, я так понимаю, это кого я подвёл, да? Хотя фиг знает. А как я мог подвести полицейский участок? В чём это выражается? Ладно, разберёмся. Поехали на работу. Я не догнал в точности смысла этой записки, но будем топить мэра, если что. Мистер Бойт. Как вы относитесь к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации? Обыкновенно? Никак. Это бред. Это противоестественно. Да, обыкновенно. Люди имеют право любить того, кого они хотят. Мы сейчас тут отбрешемся только так. От всех этих массовых разгонов. У нас информация, что в молодости вы подрались с геем. Тот даже попал в больницу, но не стал выдвигать против вас обвинения. Не помню. Это была просто драка. Я просто усмирил вонючего извращенца. Ну, конечно же, это была просто драка. Отпираться я не буду. Нет. Я дрался не с геем, а с пьяным мудозвоном, который сам на меня напал. А потом ещё и противезвев и извинялся за своё поведение. Всё. Как вам такое? Ну, это самая суровая какая-то. Почему вы отправили полицейских на ЛГБ протест? Это моя работа. Поступили жалобы на шум. Я не помню. Жалобы были от мэрии. Вообще-то будем считать, что это были жалобы на шум. Демонстрация была прямо у дверей школы. Учителя не могли нормально вести занятия. Вот так вот. Мистер Бойт. Вы отдавали приказ подавить протест силой? Да. Обвинить церковь. Обвинить мэрию. А если я обвиню церковь, ещё парочка, наверное, слов уйдёт из наших. Мэрию. Это всё мэр. Я ничего не знаю. Я получил письмо с приказом от мэра и не мог его проигнорировать. Всё. Сажайте мэра. Всё? Типа оттренделся? Целый день на это всё ушло? Голден Бёрд. Мэр Роджерс. Гомофоб. Ха. Вот это нормально. Прибург Трибюн. Мэр Роджерс. Недоволен работой полиции. Ух ты боже ж ты мой. The fact. Мэр Роджерс. Я наведу в полиции порядок. Попробуй, блин. Чё тут Робиспьер нам наколдовал? Мэрия нас больше не поддерживает, к сожалению. А может мэра сменим? Попытка-то не пытка. Естественно, сейчас будет вот это вот. Одного уволите оттуда и оттуда. А пожалуйста, мне и так недобор. Чё такое? О, ну извините, что помешали вам деньги прятать. Что, Мартин, не хватает на завтрак? Господи, боже, Джек, нужно сучаться. Не беспокойся, Мартин. Мне плевать на твои дела. Хотя вообще-то нет, постой. Мне очень интересно твои дела. За этим я и пришёл. Поговорить о твоих делах. У тебя много связей? Ну, смотря, что тебе нужно. Я хочу остаться на службе. Хочу сохранить своё место. Я ещё лет на пять, как минимум. Хочу доказать, что моё увольнение незаконно. У тебя есть какой-нибудь, кто-нибудь, кто сможет помочь с этим? О, Джек, ты уверен, что... Хочу связаться в это. Не уверен? Мартин, давай заткнись. Что это за допотопное мобило? Завёл себе новую игрушку? О, а что, не заметил, Мартин, да? Сейчас все крутые подростки с таким ходят. Да. Здравствуйте. Это мистер Бойт? Может быть. Он самый. Кто вы и откуда у вас мой личный номер? Эм, когда работаешь в прокуратуре, не так уж сложно найти чей-то номер телефона. Ну и пожалуйста. Прокуратуре? Подождите секунду. Мартин, выйди. Мне нужно поговорить. Бабки оставь здесь. Джек, ну это мой кабинет. Да насрать. Вали нафиг. Ладно, ладно, я понял. Пойду поем мороженого. Что касается твоей проблемы, Джек, то я думаю, мы сможем что-нибудь придумать. Дай мне несколько недель. Недель? Джек, ты просишь... Ладно, да ладно, я понял. Давай, проваливай уже. Что там прокурору надо, а? На мэра хочет копнуть, а? Под мэра. Извините. Как вы сказали, вас зовут? Меня зовут Лана. Лана Берман. Я заместитель прокурора Фрибурга. Вернее, один из заместителей прокурора. Даже не первый заместитель, по правде сказать. Так что ты звонишь-то, а? Как я могу вам помочь, мистер... Мисс Берман. Я не знаю, как это сказать, мистер Бойт. Мистер Бойт, понимаете? Мистер Бойт, я буду следующим прокурором Фрибурга. И это случится очень скоро. Это ж кому-то так вот это вот... Скоро, недавно... Шеоблог какой-то... Да. Но в феврале она подаст в отставку. У нее проблемы с сердцем. Поэтому остаток ее срока поработает выбранный ею преемник. И она выбрала меня. Ю-ху, да? Здесь такой скандал поднялся, мистер Бойт. Вы не представляете, я всего полтора года работал в прокуратуре, а она выбрала меня. Это невероятно. Действительно, невероятно. Это действительно невероятно. Я уже это третий раз повторяю. Мистер Берман. Почему я мистера называю? Чего звонишь мне, собственно? Ну, я понимаю, насколько мой звонок кажется для вас странным, мистер Бойт. Но миссис Браун, ну... Ну, она сказала, что вы попадали в разные истории, но при этом вы самый порядочный чиновник в городе. И что, если я действительно хочу изменить город к лучшему, а я клянусь, что именно этого я и хочу, мне стоит обращаться к вам. Я боюсь, мисс Брум серьезно преувеличила. О, поверьте, мистер Бойт, миссис Брум совсем не склонна к преувеличениям. Я... простите... Мистер Бойт, мне нужно бежать. Вы не против, если я... Ну, если я еще вам позвоню? Не против ли я? Давайте подумать. Нет, я не против, мисс Берман. Спасибо, спасибо, мистер Бойт. То есть ее назначили... Назначила действительно уходящая прокурорша, которую попросили, судя по всему, уйти, а то у нее сердечком плохо станет. Джек. Никто, да? Никто не отпросился. Молодцы. Мне тут вот кажется, порою, что надо бы лычку дать, например, вот мол. Она хорошая для таких. И, кстати, коте надо еще одну лычку дать, да? А что с Чин случилось? Что она такая уставшая? С чем она занималась всю ночь? Сейчас посмотрим, что там Мэрия нам будет трындить. Это мы слушали, нет? По-моему, нет. Давай. Мистер Бойт, вы подготовили тела, о которых я вас спросил? Вот так вот. АВ, вы смотрите Перпетус Плей. Меня зовут Саша, and this is the police. Продолжаем наши суровые будни. Это 63-й день, 15 сентября. Голдбёрд. Из города пропадут питьевые фонтанчики. Ну, и скатертью дорога. Фрибург-Трибюн. Пожилые горожане опустошили все аптеки в округе. А вот это уже интересно. The fact. Байкеры проедут по центру города. Пожалуйста. Ну, и что тут нам Робеспьер накалякал? А, понятно. Мы один раз налажали мэрии. Я не вижу здесь типа лайк. Я вижу здесь кучу типа кала. Две хорошие кучи, а одна не очень хорошая. Так, и полицейский участок. Что одному хорошо, другому погибель. Не знаю, я так понимаю, это кого я подвёл, да? Хотя фиг знает. А как я мог подвести полицейский участок? В чём это выражается? Ладно, разберёмся. Поехали на работу. Я не догнал в точности смысла этой записки, но будем топить мэра, если что. Мистер Бойт. Как вы относитесь к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации? Обыкновенно? Никак. Это бред. Это противоестественно. Да, обыкновенно. Люди имеют право любить того, кого они хотят. Мы сейчас тут отбрешемся только так. От всех этих массовых разгонов. У нас информация, что в молодости вы подрались с геем. Тот даже попал в больницу, но не стал выдвигать против вас обвинения. Не помню. Это была просто драка. Я просто усмирил вонючего извращенца. Ну, конечно же, это была просто драка. Отпираться я не буду. Нет. Я дрался не с геем, а с пьяным мудозвоном, который сам на меня напал. А потом ещё и противизвев и извинялся за своё поведение. Всё. Как вам такое? Ну, это самая суровая какая-то. Почему вы отправили полицейских на ЛГБ протест? Это моя работа. Поступили жалобы на шум. Я не помню. Жалобы были от мэрии. Вообще-то будем считать, что это были жалобы на шум. Демонстрация была прямо у дверей школы. Учителя не могли нормально вести занятия. Вот так вот. Мистер Бойт, вы отдавали приказ подавить протест силой? Да. Обвинить церковь. Обвинить мэрию. А если я обвиню церковь, ещё парочка, наверное, слов уйдёт. Из наших. Мэрию. Это всё мэр. Я ничего не знаю. Я получил письмо с приказом от мэра. И не мог его проигнорировать. Всё. Сажайте мэра. Всё? Типа оттренделся? Целый день на это всё ушло? Golden Bird. Мэр Роджерс. Гомофоб. Ха. Вот это нормально. Прибург Трибюн. Мэр Роджерс. Недоволен работой полиции. Ух ты боже ж ты мой. The fact. Мэр Роджерс. Я наведу в полиции порядок. Попробуй, блин. Чё тут Робеспьер нам наколдовал? Мэрия нас больше не поддерживает. К сожалению. А может мэра сменим? Попытка-то не пытка. Естественно сейчас будет вот это вот. Одного уволите оттуда и оттуда. А пожалуйста. Мне и так недобор. Чё такое? О, ну извините, что помешали вам деньги прятать. Что Мартин, не хватает на завтрак? Господи боже, Джек. Нужно сучаться. Не беспокойся Мартин. Мне плевать на твои дела. Хотя вообще-то нет. Постой. Мне очень интересны твои дела. За этим я и пришёл. Поговорить о твоих делах. У тебя много связей? Ну, смотря что тебе нужно. Я хочу остаться на службе. Хочу сохранить своё место. Ещё лет на пять как минимум. Хочу доказать, что моё увольнение незаконно. У тебя есть какой-нибудь, кто-нибудь, кто сможет помочь с этим? О, Джек, ты уверен, что... Хочу связаться в это. Не уверен? Мартин, давай заткнись. Что это за допотопное мобило? Завёл себе новую игрушку? О, а что, не заметил Мартин, да? Сейчас все крутые подростки с таким ходят. Да. Здравствуйте. Это мистер Бойт? Может быть. Он самый. Кто вы и откуда у вас мой личный номер? Эм, когда работаешь в прокуратуре, не так уж сложно найти чей-то номер телефона. Ну и пожалуйста. Прокуратуре? Подождите секунду. Мартин, выйди. Мне нужно поговорить. Бабки оставь здесь. Джек, ну это мой кабинет. Да насрать. Вали нафиг. Ладно, ладно, я понял. Пойду поем мороженого, что касается твоей проблемы, Джек. То я думаю, мы сможем что-нибудь придумать. Дай мне несколько недель. Недель? Джек, ты просишь... Ладно, да ладно, я понял. Давай. Вынул из штанин свой корявый хер и начал им в меня тыкать. В переполненном автобусе. Боже, какая мерзость. Я заорала, и несколько крепких мужчин тут же скрутили этого извращенца. Приезжайте, забирайте его, сообщила Филлис Эмери. Ну так чё вы, надо было его там порешить, чё нам ездить-то просто так. Ой, ладно, разберутся и эти двое. Давай. Могли его же тоже ногами запинать и под автобус бросить. Что за люди такие? Вечно полиция должна кататься. Ну вот, вот, молодцы. Поди, Стёп, это всё, на хаос. Окей. Этот день какой-то лёгкий вообще. Ай ты, блин, не вовремя Вударда тебе посылать, да? Хулиганы снова разрисовали одну из стен мэрии. Если полицейские не могут нормально делать свою работу и сажать преступников, пусть они тогда потратят своё время на покраску стены. Блин, Вудард только что с отличием завершил. Ну ладно, ладно, хорошо. Езжай. Надеюсь, ты не умеешь ни хрена красить и покрасишь просто через задницу, чтобы они каждый день ходили и знали, что им покрасил какой-то криворукий их забор. Что там? Публичное совершение. Ну, понятно. Притянули его сюда, да? В участок. Молодцы. Час притянут. Лёгкий, на самом деле, день. Ничего такого. Правда, эти уже не вернутся, да? На сегодня. Ничего себе. Кража. Парковка. Очевидец заметил мужчину, который подходит к припаркованным вдоль дороги машинам, взламывает люки бензобаков и выкачивает топливо в канистры, которые затем складывают свой пикап. К нему подходил разбираться прохожий, но, увидев пистолет, испугался и убежал. Ну, туда поедут, конечно же, модные парни. Втроём. Жаль, без спецухи. Он, видимо, решил это дело на поток, на конвейер поставить. Ну, ладно. Так, а вот сюда поедет кто здесь? Продажа наркотиков. Пожилой мужчина в ярости пришёл в аптеку, чтобы купить слуховой аппарат и обезболивающее. А фармацевт попытался втюхать мне кокаин. Так, по-моему, это что-то подстава какая-то. Да не попытался бы он ему втюхать кокаин. Нет, это подстава, мы ехать туда не будем, это ложный вызов. Я и так это знаю. А если не ложный, то пошла на всё в жопу. Вооружённое ограбление. Издательство МакПай. В офис, в офис издательства вошёл вооружённый мужчина и потребовал немедленно выдать ему новый роман писателя Ивана Быкова, которого только, который только готовится к печати. Не тот ли это Иван Быков, который в сериале? Эх! Ну, кого туда отправить? Они не успеют, да? Ладно. А что там за ещё одно дело такое? Угон. Не, на угон, наверное, мы не едем. На угон мы не едем, потому что некому. Я надеюсь, они справятся с Пэйн, конечно, меня может подставить, но может быть, до окончания этого дела вернутся другие ребята. Так, кража, парковка. Подозреваемый попал в поле зрения. Он на корточках сидит возле чужого автомобиля со шлангом в бензобаке. Второй конец шланга подозреваемый держит во рту, пытаясь, видимо, выкачать топливо. Стрельнуть в него шокером, чтобы он нахлебался этого, блин, бензика. Достать пистолет и медленно подойти к подозреваемому. А ну, вынул шланг изо рта и поднял руки вверх, тихо подойти их поближе и зажечь спичку, чтобы было лучше видно. Что, больные, что ли? Вообще совсем. Зажечь спичку. Руки вверх, мать твою. А вот это он борзый. Увидев полицию, мужчина резко выхватывает из-за спины пистолет и начинает стрелять, но промахивается. Стрелять в бензобак, выстрелить в мужчину, побежать на подозреваемого, пытаться повалить его на землю. Это верная смерть. Это тоже может убить. Хотя, насколько я помню, от выстрелов в бензобак там как бы не должно возгорания быть. Ну, не факт. То есть, искра какая-то может быть, но... Мужчину, стреляйте в мужчину. Завалили его? Вот как так? Как они стреляли? Они что, по ногам стреляют? Как в этих самых? Как в документальной хронике американской? Удивительно. Это дело мы проваливаем нормально. Это явно подстава. Ну, я же говорю. Да, у старика там кокаин в голове. А это дело мы проваливаем, проваливаем, потому что, увы. Так бывает. Вооруженное ограбление. Мужчина стреляет из-за обреза в воздух и кричит на редактора. Пошевеливайся, тащи мне эту долбанную книгу, иначе станешь героем некролога. Выстрелить преступника из шокера. Мужик, бросай обрез или читай, читать будешь только на карточке в морге. Понятно. Пропустить мужчину, попросить у мужчины копию рукописи. Больные, что ли? Давай, шокером его, бахните и все. Зачем было спецуху вызывать? Вот она стреляла, она стреляла, я уверен. Ладно, нормально, что там за отчеты? Застрелил кого-то? Даже не застрелил, нормально. Фикс. Давайте, возвращайтесь сейчас, поедите сюда. Нападение с применением огнестрельного оружия. Что-то маловато народу, успеют? Не-а. Эх, не успевают. Нападение с применением огнестрельного оружия. Гей-клуб Unicorns of Arcadia. Гей-клуб Единородие. Ну ладно. Во время выступления чернокожего певца кто-то стал выкрикивать расистские ругательства, а затем несколько раз выстрелил из пистолета. В зале началась паника и давка. А я всегда знал, что пидорасы, они нетерпимые вообще. Вот абсолютно. Они расисты конченые. Факт. Ну что, давайте тазак. Блин, половина народу. Запрашивайте подкрепление, ребят. Запрашивайте подкрепление. Я пришлю. Если будет кого. Например, Вударда. Да? А, Вударда не сможем. Ладно, что здесь? Вождение в нетрезвом виде. Центр города. Прохожий сообщил о темном седане, что промчался на красный свет, виляя из стороны в сторону. За рулем пьяный или обдолбанный. Точно вам говорю. Но, я думаю, если они не справятся, это их проблемы. Так, кстати, я же совсем забыл. Надо бы добавить сюда детективов, а можно сменить главного нельзя, да? Давайте добавим нормальных тогда Мозера и Бизли, наверное. Посмотрим, вытянет Бизли на своем опыте или нет. Ну, и этих двух оленей. Или одного. не этого, если что, на следующее дело. Все, давай, разбирайся. Подожди, а там у нас еще было что-то хранение наркотиков. Вот. Ну, давай, давай посмотрим. Данте Гамбино давний и надежный сотрудник Атал Фьюнерал Хоум. Ему доверяют встретить, встречать и распределять привезенные наркотики. Вот это, что ли? Встречает, распределяет, правильно? Или вот это распределяет? Ладно, читаем дальше. Кокаин хранится в металлических урнах для праха. Все верно. Бюро работает с восьми утра до восьми вечера. Груз привозят после закрытия к главному входу. Ну вот. Грузовик с урнами приезжает раз в две недели. Водитель заносит ящики с грузом внутрь похоронного бюро. Все сходится пока что. А потом этот дядя закрывает и уходит. Нет? Подожди, грузовик с урнами, да? Ладно, безопасность. Урны с наркотиками стоят в несгораемом шкафу в кабинете Федерики Латерция, владелицы бюро. У Данте Гамбина есть свой ключ от кабинета. Он носит его на большой связке вместе с набором других ключей. Ну вот. Теперь осталось определиться только. что зачем, да? Хотя странно. Вроде должно быть так. Нет, вот так. Но он же не может его закрывать. Попробуем вот эти перетасовать. или дело в том, что это слишком уж большая фура. Мало ли. Все равно не сходится, да? Ну хорошо, допустим, он открывает, потом приезжает машина. Потом привозит придурок этот самый. Хер знает. Что для них грузовик? Это тоже грузовик вообще-то. Но это фура. по-моему, я что-то не могу въехать здесь. Тем более, здесь всего четыре фотки. Не так и сложно должно быть. Вроде бы. Почему не так? Очень странно, если серьезно. Я тасую, потому что тут как бы самый очевидный вариант это вот вот такой. Почему он ни хрена не работает? Ах, так. вот. Ну, окей. Не всегда тут очевидно. Ну, допустим. Так, ранее наркотиков Данте Гамбино много времени проводит на работе. Допустим. Блин, да, я вам обещал, обещал. Но я хочу дело это раскрыть. Ну, ну, извините, блин, ребят, ну, извините, серьезно. Здесь что такое? Данте Гамбино ценитель древнегреческой поэзии и каждую свободную минуту посвящает чтению. Да ну нахер! Нет, вот сюда надо слать. Давайте, взять его. Я опять под ночь, блин, расследую, конечно, все. Что с нападением? Отлично. Огнестрельное оружие где? Где огнестрельное оружие? Что, не добыли, что ли? Вот гады. Еще три новых кадра? Ты серьезно? Мы уже все раскрыли, алло, до свидос. А здесь, мне, кстати, сказали, не хватает кадров, поэтому будем ждать, будем ждать, ладно. В вождении трезвом виде полицейская машина догнала седан, который по-прежнему опасно виляет на дороге. Следовать хвосте, теснить седан к обочине, немедленно заглушить мотор. Не подействует. Кабочине, давай. Седан резко сворачивает на подземную парковку. Потребовать у работника парковки заблокировать все выезды, следовать за ним переехать перехватить другого. Давайте потребуем. Мать твою, так, ну как же, ну я знал, что нельзя. А наркотики продадим, продадим, ну тут такое дело. Я не хотел вообще выполнять этот заказ на трупы, но там, по-моему, одна женщина, да, и двое мужчин. Одна женщина уже готова. Знал, что на такое суровое дело нельзя отправлять. Ладно. А что там с Фикусом, кстати, а? Который мы в этот самый участок вроде как должны были забрать, а? Что там с ним? Там же золото-бриллианты должны быть на дне, или как? Нет? Это так не работает? Взяли? Рано или поздно рано или поздно это должно было случиться, да, я прокололся. Сука, теперь он будет знать, что мы за ним приезжали и свалит? Будем надеяться, что не свалит, ладно. Посмотрим. Задержать бумаги, задержать. На цепь труп посадили. Кошмар еще. Ладно, Джек, бывает, бывает. 65-й день, 17 сентября. Мне ее не особо жалко. Не потому, что она черная. Просто жалко. Голденберт. Во Фридбурге пропал почтовый грузовик. Чок. Вичок, грузовичочек. К чему бы это? Робеспьер, ты что-то по этому поводу знаешь, нет? Мэрия нас не любит. Мафия обожает. В полицейском участке идиллия. Туплет по осени считают. Понятно. Постоянно это будет варьироваться. Ясно. Фрибург Трибюн. Девушка подожгла дом, чтобы посмотреть на пожарных за работой. А ей никто не сказал, что это только в фильмах они раздеваются, да? Ну, такое дело. Она, видимо, перепутала немножко. Ну, ладно, пофигу. The Fact. В дом престарелых проведут кабельное ТВ. А до этого они тупо выключенный ящик смотрели? Сурово. Сурово. Ну, ну, нет, нет, нет. Сиди работай. Дочь выходит сегодня замуж. Я не могу пропустить церемонию. Можно не отгул. я, конечно, все понимаю, но у него на роже написано 28 лет. Какая дочь? Нет, даже если он отец молодец. и ей только стукнуло 18. Ладно, хорошо, иди. Сука, и это наш информатор. Кстати, в чем фишка-то информатор? Я как бы... Ай, ладно. Что там дальше у нас? У-у-у-у. Черная мусорка. Это к беде. HD много трупов. Че, блин? Мне надо им подлезать, что ли, чтобы все нормально? О-о-о. Ну ты проштрафился сам, блин, а вот. Суки, блин, урезают и урезают. Надо, видимо, поднять немножко будет. Надо нанять этого оленя, чтобы было кого уволить, если что, да? на сменуа. Ну, правильно? Ладно, что это такое? Спасибо, козлы. Сколько дней терпеть надо? И ваше унижение. Ай, да-да-да-да-да-да-да-да. В следующий раз, в следующий раз. Подожди, где тут-то мэрия? Четыре дня. Хорошо. Что здесь? Нападение. Молочная фабрика, рабочие из завода, Виталий Самсонов, подвозил с начальником, повздорил с начальником и напал на него. Коллеги позвонили в полицию и не вмешиваются, потому что этот Самсонов здоров, как медведь. Его удавят за компанию. Еще удавят за компанию. Ладно. Как вы думаете? То, что он провалит это дело это сто процентов. Грохнут ли этого оленя или нет? Вообще, мне нужно два трупа. Это два лучших кандидата на трупачню. Если они выживут, честь им и хвала. Но шансов. Нарушение общественного порядка свалка. Два десятка амишей перекрыли доступ к свалке и прогнали всех с территории. Община утверждает, что земля принадлежит им. А в качестве доказательства размахивают какой-то бумажкой, написанной от руки. Очевидец сообщил, что хулиганы ведут себя не слишком мирно, но оружия почти нет ни у кого. Он заметил лишь несколько человек с вилами. Ига? А вилы это уже не оружие? Васильев. Хочешь на вилы? Ладно, не будем. Мы этих сраных амишей разгоним. Все будет нормально. Привозите в участок. Разберемся. Ну? Ну давай, 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 давай. Быстрее езжайте. Сейчас опять два дела сразу и мы что-то профукаем. Видимо, надо мэрии подлезать. Плохо, очень плохо. Ну, катнул я на них бочку, они, видишь, как обиделись, очень жесть. О, кстати, насчет бочки нападения молочная фабрика. Виталий Самсонов держит начальника за грудки на чаном с молоком. Начальник истошно кричит и болтает ногами. У него мокрые брюки. Прицелится в преступнику. Преступника мужик, не порть молоко. Его же дети пьют. Немедленно опусти заложника. Ну, вот это вот. что, взяли? Я на это не рассчитывал. Я рассчитывал, что вот этого чувака убьют. Мало того, что он нахреначился, так нам вообще пришлось его уволить. Почему бы его не убить же до кучи? Че там? Никого нет. Извиняйте, ребята. Такая беда. Сколько? Два десятка камешей привезли. А где вилы? Где вилы? Мафия будет продавать вилы или нет? Зря. Васильев, поедешь сам. Угроза физическому здоровью. Зоопарк. Поступило множество звонков от посетителей зоопарка, которые видели, как пьяный сотрудник зоопарка открыл клетку с гепардами. Хищники выбежали и начали нападать на людей. Слушайте, ну я хочу прям вот этих вот ребят туда послать. Я в принципе хочу их послать, но туда тем более. Давайте попробуем. А вдруг удастся задержать документы? Тут в принципе шесть человек надо было слать. Явно должны кого-то убить. В смысле? Ладно, Васильев, ты тоже сдохнешь. Три трупа, три будет трупа. Ну такое. Ладно, что здесь? Жалоба на шум. Кладбище. Сторож кладбища сообщил о странных звуках, доносящихся из склепа. Боюсь, что эти мертвые ворочаются в неспокойные нынче времена. Это какая-то хрень. А с другой стороны, это может быть совсем и не мертвые. Ну, я думаю, втроем они справятся. Да, еще и с пицухой должны. Ну, что там, ребята, приехали? Васильев, ты должен выжить. О! Как по заказу прям. Физическое насилие. Мужик ехал расследовать собственное убийство. И доехал. Каен что-то выжил. Непонятно, как это у него получилось. Ну, ладно. Так, а здесь что у нас такое? Вооруженное ограбление. В магазин LifeWire. В магазин бытовой электроники LifeWire зашел мужчина в лыжной маске с пистолетом и потребовал отдать ему все деньги и самый дорогой тостер. Тут же вмешался охранник, который сумел выбить из рук грабителя пистолет, но тот схватил продавца-консультанта, зажал его горло и настойчиво требует выполнить его просьбу. Ясно. Сюда кого не отправляй, все будет плохо, да? Или нет? Расчет на то, что он как-то сможет Каина задушить. Каена. Или не сможет. А ты один туда не поедешь? А вдвоем? Ну, может, его и так грохнут. Мне нужен второй труп, без обид. Я жду, кстати, прибавки нормальных людей. Дверь в склеп открыта, из темноты раздается шуршание. Посветить фонариком, спускаться на ощупь. Эй, есть кто живой? Давай фонариком. Нифига себе, из темноты выскакивают два бомжа. У них в руках лопаты и какие-то украшения. Похоже, что они разворовывали могилу и не намерены так просто сдаваться. Мужики, бросайте лопаты, иначе мы вас закопаем. Атаковать дубинкой, использовать шокер. Это эффектно? Это эффектно. Ну нет. Шокер, конечно. Классика. А то еще дали бы югл с пощам, а она как бы этого не любит. Вот. Мы не то, что не вернули это на место, мы сейчас просто продадим, да? Много накопали, интересно? Тысяча на десять накопали? Как думаете? Я надеюсь, да. Каен, не подведи. Прям давай, ахалай-махалай, и ты не возвращаешься. Мужчина в маске по-прежнему стоит, зажав горло девушки, орет на сотрудников магазина. Достать из кобуры оружие и дать понять мужчине, что ему лучше сдаться. Где тут самый опасный вариант надо выбрать? Попробовать незаметно пробраться к подозреваемому из-за спины. Успокойся, опустить девушку и просто уходи. Давай вот это. Это самый опасный вариант. Есть шанс, что он кого-то схватит за горлышко другого. Мужчина отпускает женщину и бросается на утек. Но забегает в помещение с холодильниками и куда-то исчезает. Расширить круг поисков на весь магазин. Проверить все холодильники. Немедленно выходи. Проверить холодильники. Прям идеально. Ну, я понимаю, что я сейчас радуюсь смерти человека. Ребят, ну, во-первых, это не человека игра. А, во-вторых, задание такое. Я при чем? Идеально. Там же три человека надо было, да? А ну-ка, подожди-ка. Расследование или где оно там? Я не помню. По-моему, да. Два мужчины и одна женщина. Это не то, что я хотел. Это совсем не то, что я хотел. Ладно, фиг с ним. Я не помню. Надо будет смотреть в повторе. Перестрелка. Казино Рабинович. В казино ворвалась банда вооруженных людей и целенаправленно бросилась к подсобному помещению. Очевидец, вызвавший полицию, сказал, что он слышал выстрелы, а затем оттуда стали выносить какие-то ящики. Слушайте, а может и нам денег припадет, а? Будем ждать старого пердуна или нет? Нет, наверное, не будем. Ехайте туда все со спецназом со всеми делами. Я, если что, Васька не буду отправлять туда к ним на подмогу, потому что с него толку, блин. Он только и гораздо что дела проваливает. Сюда поедешь? В ДТП. Чайна Таун. Хочешь, ехай. А больше некому. Владелец продуктового магазинчика видел, как дорогой автомобиль вылетел на тротуар и сбил девочку, которая каталась там на роликах. А потом этот ублюдок остановился, немного подождал и дал задний ход, чтобы проехаться по ребенку еще раз. Я слышал, что некоторые китайцы делают так у себя на родине. Но чтобы здесь? Слушайте, а может быть попробовать? А я по-любому не успею. Васька, поехал один ты, наверное, не? Ну, увы. Ну, увы. А тут прям жалко, что мы не расследуем это дело. Ну, что я могу поделать? Ничего не попишут. Да как так-то сразу? Что тут, блин? Где оружие? Где деньги? Вот. Вот. А деньги? Или мы как бы... Да ладно, ограбили бы казино сами. Ну, как ограбили бы? Вещественное доказательство, которое мафия реализовывает. Ладно, попросить продать. Ох, не успеют вернуться. Хотя, может, и успеют. Убил кого-то, нет? Нет, не убил. Мистер Бойт, вы подготовили тела, о которых я вас просил? Да. Интересно, это нам выйдет боком или нет? 16 тысяч на дороге не валяются, но как бы... Мне писали, что вроде как мало кто это здание выполнял. А я вот, видите, как подгадал четенько. Ладно, сюда должны успеть. Что здесь такое? Проституция. Бар Кевин Строт. Фрэнк Цукер сообщил, что у него в баре, к нему в баре подошла молодая блондинка в коротком красном платье и предложила уединиться за деньги. Я в жизни не был со шлюхой. Разбирайтесь с этой тварью. Ой, ты господи. А ты, один справишься? Да что такое, блин? Там всего лишь одна несчастная проститутка. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, а здесь что? Незаконное лишение свободы. Так, сюда поедет много народу, а сюда, может быть... Ну, блин, давайте вы уже вернетесь наконец. Все, давай. Юглс, ты должна справиться с этим. Там одна несчастная проститутка в самом деле. Че там? выдача себя за сотрудника полиции. И куда его етить ехать, а? В ночной клуб пришли четверо полицейские, которые стали арестовывать людей за то, что те весело отдыхали. Они задирали девушкам юбки, а парней, которые возмущались, били, унижали, засовывали пистолет в рот и кричали на них. Нихрена себе беспредельщики. Одному мужчине коп прикладом выбил передние зубы. Менеджер клуба сильно сомневается, что это настоящие полицейские, а не какие-то засранцы от конкурентов. А здесь незаконное лишение свободы. Мужчина с сильным испанским акцентом сообщил, что в подвале кафе полтора десятка людей удерживаются против их воли. Нифига себе. Хозяйка ресторана специально выискивает нуждающихся иммигрантов, втирается к ним в доверие, обещает золотые горы, а затем забирает у них все вещи и заставляет круглые сутки работать за черствую еду. По словам мужчины, он тоже был одним из рабов, но ему удалось избежать. За работниками следят пять вооруженных охранников, которые регулярно избивают самых непродуктивных. Блин, мне этих просто больше жаль, более жалко, чем тех. Почему спецуху сюда отправить нельзя, я не понимаю. Ну, сюда уже очевидно, никто не поедет. Вот оно что! А ну-ка! вот это кстати похоже на правду. Вот это блин похоже на правду. Хотя у меня не хватит. Даже если его джип сбил, то у меня просто не хватит сейчас. Или хватит? Типа машинка там так или иначе была, да? По идее. Но эти точно не подходят, да? Вот это точно не подходит. Может быть вот это? Он его высадил. За ним ехала машина, грузовик, тот же там говорил. А потом такая херня. Нет? не так? Что, не канает? Ждать новых? Это Бизли. Бизли явно молодец орудует. Ха. Не знаю. Иногда пройтись по ночному городу, в тот день я забрал его после затянувшегося белого ужина и высадил в районе парка с монументом. Я не заметил ничего подозрительного, разве что серый грузовик без номеров ехал за нами всю дорогу. А может быть вот так? Все таки. Вот этого не было, а он просто ехал за ними всю дорогу. Он высадил, потом заметил, потом какая-то херня. Ну что-то я не знаю даже. нет, такого не было, вот так вот оно должно быть. По-моему что-то мы тут упускаем, может даже действительно мотоциклы были. Но эти же должны быть. Или он потом скрылся с места преступления. Да или нет? Ну по-идее вот это момент столкновения. Насколько я могу судить. Вот он переходит, его столкнули, размазали, выкинули, считай. Ха! Не знаю, не знаю. Будем потом что-то расследовать. Не успеваем сюда, не успеваем катастрофически. Ну что ж поделаешь-то? Эта ночка получилась напряжной. Что там с проституцией? Блондинка оказалась бывшей девушкой Фрэнка Цукера. Она пришла в бар с подругами, а Фрэнк заметил ее и решил проучить. Тоже мне. А здесь что такое? А здесь он сбежал. Они. И гражданских прикончили. Я чувствую отношения после этого к полиции будет не очень. Так незаконное лишение свободы. Полиция нашла тайный спуск к подвалу и спустилась в очень темное и вонючее помещение. Какой-то мужчина заметив полицию что-то крикнул и быстро скрылся внутри. Побежать за мужчиной подняться наверх найти хозяйку в кафе включить фонарики и обследовать комнаты. Вот это было бы логично, да? Там может быть еще один вход. Давай вот это. По полиции открыли огонь. Ну только не говорите что нам убили кого-то. Обойти стреляющих через соседнюю комнату, открыть ответный огонь, вооружиться перцовым баллончиком, броситься в атаку. С ума сошел? Обойти. Молодцы! Это просто потому что они очень тренированные. Хотя очень тренированных на смене у нас осталось не так и много. Да и живых в принципе тоже. 15 тысяч стоили они того или нет? Хотя Джек не планирует я так понял завершать свою карьеру через сколько там месяцев. Он хочет остаться. Да, убили. Объявлять мертвым некого. Трупы украли считай. Ну типа угнали в рабство. Хрен знает куда. День 66 18 сентября. Мне что там? Мистер Бойд, я агент Аврахами. А это агент Робитса. Вы должны поехать с нами. Что сейчас? Пожалуйста, оденьтесь, мистер Бойд. И пойдемте с нами в машину. Мистер Бойд, вы слышали, что я сказал? А знаете что? Катитесь к черту, я никуда не поеду. Не сейчас. Может приехать ко мне в полицейский участок в рабочие часы. Можете приехать ко мне домой, когда я высыпаюсь и позавтра. Но прямо сейчас я никуда не поеду. Я закрою дверь и вернусь в свою постель. И если вы... Джек, ну что за дела? Я всем рассказывал, какой ты классный парень и как его здорово будет над тобой пошутить. Куда подевалось свое чувство юмора? А ты знаешь, понимаешь, я тут наркотиками торгую, так что как бы... Итан сейчас в 5 утра. В какое время я готов смеяться только над федеральными агентами, подскользнувшимся на банановой корке. На баяновой корке. Ну что ж, я вам говорил, ты постарел, Итан. А ты потолстел, Джек. А ты поскучнел. А тебя увольняют. Ладно, ты выиграл. Классный прикид, кстати. Как ты догадываешься, мы не просто так заглянули во Фринбург. Давай, давай, поехали, на месте все расскажу. Боже, как я рад тебя видеть. Ты не представляешь. А, позавтракать. Че, прям продолжаем? Знакомься, Джек, агент Суреш, агент Камеро, агент Элис, один Диксен. И сколько у вас сюда приехало, Камеро, почему с маленькой? В моей команде 11 человек плюс два начальника, но они отсыпаются в отеле. Мы прибыли во Фрибург всего пару дней назад, или что? Мафиозы будем штормить, да? Наконец-то! Вообще-то, меня попросили не общаться с местной полицией, как минимум до пресс-конференции, но, ну, сам понимаешь, ты же друг, да? Тебе, кстати, повезло, что ты не успел позавтракать. А что, там прям головы висят отрубленные? Почти. Пресса называет его дантистом, как будто у каждого маньяка должна быть своя тупая кличка. Мы 19 лет гоняемся за этим парнем. Почерк неизменный. Он убивает несколько молодых женщин в провинциальном городке, пропадает из виду, а потом появляется заново, наверное. Он убивает без вычурности, оглушает и душит жертву, пока она без сознания. Время выдумок наступает после смерти. Тогда он включает электродрель и рассверливает мертвой девушке рот. Пять лет о нем ничего не было слышно, это был самый длительный его первым. А я думал, за мафией приехали. Шесть часов назад какой-то сумасшедший аноним сообщил нам, что дантист во Фрибурге и уже совершил первое убийство. Даже адрес дома нам назвал. Видимо, этот аноним был сам дантист, но это еще предстоит проверить. Вот такая жопень. О, Диксон, отлично, не уходи никуда. В общем, Джек, слушай, Диксон сейчас отвезет тебя в участок, а ты пришли за своих людей. Я надеюсь, на полное сотрудничество и для тебя это было бы классно поймать такую жирную птицу перед уходом на пенсию. Красивый прощальный выход, да? Да уж, красивый прощальный выход. Диксон, мистер Бойтс скажет тебе, куда его везти. Давай не ленись, поработай сегодня водилой, ни на что больше все равно не годен, да? только не то твое любимое у меня от него. Дикое, что там? Отрыжка или что? О, надо же! И все хорошо. Ну что ж, ребят, я думаю, вот здесь вот мы завершим эту серию. Тем более, что если что, я пропущу заново эту фигню и ничего страшного не будет. Вот, она скорее всего уже сохранила. Хотя прошлая ночь была прям тяжелая, и так тяжелая. Что ж, никто не отпрашивался, это уже бонус. Надеюсь, они отпросятся в следующий раз. Очень на это надеюсь. Да и в принципе в смене Бо у нас реально народу побольше и прям квалифицированных персонажей хватает. Ну, я сам своих парней порой убиваю. Бывает такое. Да, да, надо видимо развивать ребят и тех, которые прям не очень опытные, чтобы они все были наравне. Не было такого десонанса жесткого. Что ж, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и бабай! ПОДПИСМЕНТО! ПОДПИСМЕНТО! Субтитры подогнал «Симон»!